Евгений Михайлович, начнем с самой приятной для команды темы. Это серия поражений, но, к счастью, для команды удалось ее преодолеть. Собственно, эта ситуация как-то сказалась на коллективе? Мы очень переживали эти поражения, скажу честно. Тем более, что поражения достаточно обидные для нас. Сказать, что вчистую мы проиграли, наверное, такого сказать не могу. Это несчастный случай, который в футболе, к сожалению, встречается. Тренерским штабом была проведена достаточно большая работа по разбору этих игр. Были беседы с ребятами, были внесены корректировки в тренировочный процесс. Но, к счастью, они сработали, и мы в последнюю игру выиграли и победили. Если говорить о критике со стороны болельщиков, пришлось ли с ней столкнуться? Безусловно, негатив был, но хочу подчеркнуть, что у нас есть настоящие болельщики, которые понимают ситуацию, которые находятся, так сказать, в теме этого вопроса. Был негатив, был негатив, этого нельзя исключать. Но, опять же, это футбол, и без поражения не бывает побед. А сейчас у планы команды какие? Выездная серия? Как готовитесь? Сейчас не ближние выезды у нас предстоят. Один уж точно. Мы едем в Новотроиск. Это порядка 18 часов на автобусе. После этого мы возвращаемся и едем уже в Екатеринбург. И на этом выездные матчи этого года у нас заканчиваются. И начинается три серии из трех матчей, которые пройдут в Манеже, домашние. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех болельщиков на наши игры. А вот что касается посещаемости, как сейчас с ней, это введение тех же QR-кодов. Сказалось ли? Конечно, сказалось. К сожалению, эпид-ситуация не улучшается. И на последней игре по распоряжению Роспотребнадзора нам было запрещено пускать людей. Только лишь 500 человек могли мы пропустить на игры. Очень надеемся, что ситуация позволит нам провести эти матчи при зрителях, домашние наши матчи. Но живем в теме реалии, которая есть. То есть, если скажут играть без болельщиков, как это было ранее, придется играть? К сожалению, да. Но команда будет психологически к этому готова? Это, наверное, как тренировочный процесс выглядит со стороны. Без болельщиков очень плохо. Это однозначно совсем другой антураж. Понятно, что мы будем биться. Мы знаем, что за нами смотрят наши болельщики, смотрят трансляцию, переживают. Хотелось бы, чтобы это все было вживую. Но, опять же, это не от нас зависит. Завершилась первая половина чемпионата. Какие там дальнейшие планы и паузы на чемпионат, когда начнется? Приличная пауза получается. Где-то у нас следующая игра после перерыва на 4 апреля. Но сейчас ребята уходят в отпуск, после чего каждому из них будет представлена индивидуальная тренировочная программа, по которой он должен будет готовиться. Ну, а с тренерским штабом вместе мы сейчас планируем пресезонную подготовку. Пока на сегодняшний день запланировано два сбора, где они будут, пока идет тоже проработка этого вопроса. Но ориентировочно мы собираться будем где-то в начале февраля. Здесь на базе. Пройдем медобследование полное, ну и уже потом здесь потренируемся и поедем на сборы. А вот если говорить о сборах, то где комфортнее проводить? Это у нас в России где-то в южных странах или в южных городах, либо за рубежом? Надо сказать, что на сегодняшний день появились очень хорошие подготовительные базы у нас в России. Это Крымск, это Новороссийск, это Сочи, где уже инфраструктура приближена к тем требованиям, которые необходимы футбольным командам. Что касаемо зарубежья, это, конечно, Турция, которая является вообще меккой сборов, где очень много команд приезжает. Там для подготовки полноценной созданы абсолютно все условия. Но, опять же, хорошо, что появляются в России такие базы. Где будем мы, пока сейчас я сказать не могу. Мы просчитываем все-таки логистика, все-таки, опять же, связанные с ковид-ограничениями все вещи. То есть сейчас смотрим и выбираем. А если говорить о турнирном положении команды, потеряли очки в той неудачной серии игр, поменялись ли как-то задачи в зависимости от этого на сезон? Ну, вы знаете, губернатором Пермского края нам поставлена задача о выходе на Лигу выше ФНЛ за два года. Но мы будем стараться, мы будем биться. Надо понимать, что мы собрались всего лишь три месяца назад, я имею в виду команды. А сыгранность, притирка – это очень важный вопрос. Но, опять же, еще раз повторюсь, мы будем биться, будем стараться решить задачи раньше. А если говорить о финансовом положении команды, удалось ли как-то увеличить бюджет свой, который был озвучен ранее? Ну, понимаете, бюджет – это очень тонкая вещь. Опять же, хотелось бы поблагодарить губернатора Пермского края. Все обязательства, которые были озвучены, выполняются в срок и до копеечки, так скажем. Идет формирование… Есть пул спонсоров, есть, скажем так, наработки, которые, опять же, с помощью администрации края стараются нам помогать. Говорить о какой-то конкретике рано, вот, обязательно все узнаете, обязательно. Но работа ведется, все обязательства выполняются, так что все нормально. Ну, на следующий год-то все равно будете планировать больше бюджет, да, то есть, и дополнительно изыскивать средства? Знаете, давайте мы все-таки будем по принципу step by step, шаг за шагом. Вот, у нас сейчас задача стоит, мы к ней идем, и после того, как, я думаю, мы ее решим, мы уже будем корректировать все это. Если говорить как раз о задачах, привлекаете молодых футболистов, ведется ли какая-то работа с молодежными командами? Безусловно, у нас есть Академия Амкар, которая, ну, по нашей программе развития должна быть поставщиком к нам молодых, перспективных ребят, в основную команду. Вот, сейчас этот вопрос, этот процесс достаточно небыстрый. Одно могу сказать точно, что в конце месяца вы обязательно узнаете определенные новости по взаимодействию с Академией, да, сейчас работа ведется. К нам, тем не менее, даже сейчас мы уже привлекаем молодых ребят к тренировкам с основной командой. Смотрим, наш тренерский штаб постоянно мониторит, постоянно просматривает игры ближайшего резерва. Вот, и думаю, что работа планомерная, долгосрочная, она идет, но хотелось бы побыстрее, но и пока есть, как есть. А вообще, открываются ли школы дополнительные футбольные, вот, при Амкаре? Как это взаимодействие происходит? Сколько школ, может быть, сейчас есть? Вы знаете, есть Академия игровых спортов, игровых видов спорта, где есть отделение футбола. И, так скажем, Академия Амкар, она вот входит в систему нашей подготовки, да, нашего ближайшего резерва. Вот, там, начиная с 7-летнего возраста, мальчишки занимаются и растут, растут. Наша задача сделать так, чтобы эта Академия была флагманом подготовки футболистов детского футбола, да, в Перми и в Пермском крае, чтобы все лучшие, перспективные, талантливые мальчишки занимались в этой Академии. Работа не початый край, вот, но будем стараться ее решать и проходить. И чтобы на этом поле как можно чаще звучали наши пермские фамилии, чтобы приходили мамы, папы, родственники. Вот, как-то так. Ну, в таком случае вам придется дополнительно бороться и за отток футболистов, чтобы они не переезжали в другие регионы футбольные. Вопрос очень больной, на самом деле, потому что очень многие мальчишки, достигнув какого-то определенного уровня, переходят в другие города, в другие Академии. Вот, это тоже вопрос прорабатывается. А вообще решение этого вопроса, оно достаточно простое. Должны быть созданы такие условия, которые бы, а, позволяли ребенку прогрессировать, расти, б, позволяли этому ребенку бы видеть, куда ему стремиться, в какую команду. Вот, надеюсь, что эта пирамида будет выстроена, вот, и наши мальчишки, они не будут уезжать по городам и весям нашей огромной страны. Спасибо, Евгений. Вам спасибо. Приезжайте на футбол.